Друзья, всем привет! Сегодня я подготовил для вас подборочку из четырёх самоделок, которые я хоть и не так давно делал, но за этот период у меня уже сформировалось мнение. И теперь я могу рассказать опыт, так сказать, эксплуатации. Расскажу, как я их делал и вообще поделюсь своим мнением с вами. Так что желаю приятного просмотра! А начнём с первой самоделки. Для неё подготовим заготовки из брусков 40х40. Для начала я их разметил и наделал отверстие. А далее всё собрал и скрутил. Думаю, на видео будет всё понятно. Субтитры подогнал «Симон» Получаются вот такие длинные столярные струбцины или ваймы. Некоторые ребята писали о недостатках таких вайм, сделанных из дерева. Потому что столярный клей прилипает к таким ваймам и склеиваемую заготовку проблематично потом будет достать. Я вышел из этого положения просто подстелив полиэтиленовую плёнку. Деталь тогда легко вынимается, так что берите на заметку. А так ваймами уже неоднократно пользовался и остался очень доволен. Буду и дальше пользоваться, советую и вам сделать себе такие. Делаются они довольно просто. Следующей самоделкой, о которой хочу вам рассказать, я вообще пользуюсь постоянно. Вот реально очень удобно. Для самоделки нужна будет металлическая линейка и пара небольших досочек. Предлагаю вкратце посмотреть процесс изготовления. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот собственно получился такой измерительный инструмент. Делать разметку с помощью такой штуки в несколько раз проще. Например, надо отметить ровную черту на определенном расстоянии от края. В моем случае фанеры. С помощью такой самоделки это дело 5 секунд. Или еще я часто пользуюсь этой самоделкой, если мне нужно сделать разметку под саморезы Выставляю линейку, например, на 2 сантима и делаю одинаковую разметку Очень удобно и экономит кучу времени Как раз с помощью этой штуки сделал следующую, не менее полезную самоделку После нанесения разметки сделал отверстие и подготовил еще пару деталей И в итоге сделал вот такие штуки А затем сделал вторую часть, туда они и будут устанавливаться Затем все покрасил и прикрутил к стене Сначала вторую часть А затем установил туда вот эти штуки, похожие на корзинки Ну а потом в них вставил банки от детского питания Теперь все саморезы у меня хранятся в удобных баночках, вертикально на стене Удобство в том, что при открытии такой хранилки имеется доступ ко всему, что есть Это если надо набрать немного саморезов разных размеров И не надо дергать по одной банке Если бы они стояли, например, на полочке А при необходимости можно взять нужную банку с собой Ну и напоследок будет вот такая самоделка из бруска 50 на 50 Требуется просверлить в ней два отверстия и распилить по диагонали, как на видео Дальше в хостоварах покупается вот такая трубка И от нее отпиливается два небольших кусочка Которые потом вставляются в эти самые отверстия, в наши заготовки Излишки обтачиваются или спиливаются Далее заготовку красим И получаем вот такой кондуктор для засверливания под углом Чтобы потом вкрутить саморезы Таким образом получим крепкое и красивое соединение На этом на сегодня все Вот для эксперимента решил сделать сегодня такой выпуск Хотелось рассказать, что самоделками, которые я делаю, пользуюсь И они исправно работают Какими-то чаще, какими-то режими, но пользуюсь Ставьте лайки, если видео показалось вам интересным Также попрошу написать комментарий по поводу Понравилась ли вам такая подборочка или не очень Чтобы понимать, в будущем сделать еще что-то такое или не сделать Также не забывайте подписываться на канал, если еще не подписаны Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео Желаю вам хорошего настроения и всем пока!